и закусить не в этом саня есть у меня все это расскажи что нибудь санек на улице дождь льет санька ну расскажи что нибудь рот про плоскость я понял вина вина простая вода простая вода ну извини нет чем там работаешь но че тишина данная на век а кому ты чего отдал никому не скажи это я а кто придумал я по тюрьме эти слова знаю по тюрьме а ты в тюрьме сидел что ли и в тюрьме нашел и что и что с этого санечка ну ты отбывал срок наказания у меня за плечами больше половины общие строгие и что с этого я этим не хвастаюсь не буду санька ну давай не будем а о 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 Я 8,5 за плечами, вот смотри, мне сейчас 43 года исполнил, отними 8,5 плюс, отними еще 10 лет, 5, отбыл 15 суток. 15 суток? Бля, не по малолетствии наебал. По пятнадцать суток, ты знаешь, что по пятнадцать суток? Я вся жизнь, от еда, от еда, от батона до гандона, вот сейчас идет такая жизнь, от гандона до бантона. Вот, скоро мне сейчас исполнил, 43, иди, говорю, встань. От гандона до бантона. Вся жизнь такая мне и пришла. Подожди, еще не прошла-то, еб-то. Ну я не ворую у своих. Вот это самое главное. Да? Да. Да. А я заебался, бля, где-то их поил, кормил. Я тебе об этом хочу напомнить. Нахуя? Тебе не стукнуло 18 лет. Так, после 18 лет, что происходит? Саня, а что ты там кушаешь? Килька. Килька. В томате? Да. Понял. Второй режим строгий у меня наколота. Саня, а покажи, пожалуйста, где у тебя наколота? Менты мне все боятся. И все знают, что такое. И называется паспорт. Я понял. У меня написано, почему Саша. Знают только те люди. Почему, Саша? И называется детство. С рождения. Саня, расскажи, пожалуйста, что такое пять точек? Я не рассказываю. Это называется, как ты родился и пошел именно с люльки хлеб воровать для родителей. Если они были бедные у тебя. А я бедный был. Я жрать хотел. А сейчас ты богатый, Сань? Сейчас? Да. У меня все есть. Я понял. Вон, дом есть, квартира есть. А самое главное, что у тебя есть? Что у тебя есть? Самое главное, это друзья и свобода. Да. Самое главное, друзья и свобода. А они мне всегда помогают. Я буду. А третий срок. Это особый. Когда отсижу, закрашут все три купола. Все три. Нельзя по воровскому закону, по воровскому закону нельзя закрашивать купола. Все три года я сижу, закрашу. Это закон наш, воровской. Вот. Ну ты не ори, что ты орешь, что, блин. Ну я перед камерой, может? А перед камерой, конечно. Ребятам привет передай. Дай Бог здоровья, кто меня видит и слышит. Это я бомжик Александр Валерьевич Македонский. Вау. И живу здесь уже, в этой квартире, двадцать с чем-то лет. Вот, ребята, это эксклюзивные кадры. Сюда никто никогда не залезет, кроме меня. Вот. Горит свеча. Кушаем кильку. Пьем портвень, три топора. Самючек, дай Бог тебе здоровья, братан. У Валерки я был, короче. У очкарика. У одноглазого. Я его нашел, он в больничке лежит. Да ладно. Да. Я и не знал. Я нашел его. А ты нашел колючего, моего детского дома, папу моего. Это мой папа. Колючий? Да, мой папа. Вот вчера я его видел, вечером. Это мой папа. Потому что он с моего, с одного детского дома. Я был в первом классе. Ты с колючим, с одного детского дома? Да. И Ксюха. Ксюша такая была. Тоже с нами поправался. У меня все. Мы спали вон 40. Ну что, братан, а я с вами не спал что-то? Нет, я и не был. Когда у меня не был? В тот день я не был. А, в тот день? Когда я тут 6 человек 7 был. Да мы у тебя вот здесь спали, блядь, ебать. Тут табор такой был, блядь, что маму не горюй. Нет. Мы тут от диковых избеков, нахуй. Они близкие не подходи. Да ебали всех подряд, блядь. И ложкой, и метлой. Ксюха, ты что, иди нахуй. А то мы подрываемся, да нахуй. Санька, приятного аппетита. Олег, большое тебе спасибо за камеру. Большое спасибо. Я сегодня еще не один репортаж сниму. У меня просто сейчас такое состояние. Не очень, так скажем. Ну... Санька, бомжик, короче, кайфует. Да? Только в томате. Саня, так или нет? Да! У тебя жизнь удалась, нет? У меня всегда удастся. Я понял. Где бы я ни был, все удастся и будешь жить. Я понял. Все, ребята, всем спасибо. Батарейка садится. А то сейчас выключится, мы как бы точку не поставим в эфире. Всем спасибо, ребята. Все, до свидания. И снова, ребята, мы на совке. Смотрите, новые лица. Здравствуйте, честно. Ну, расскажи что-нибудь. Ну, ты знаешь, маэстро, нет? Маэстро? Да. Что, хуеплет, нет? Глупые вопросы. На глупые вопросы не отвечают. Я его понял. Машонь. Машоня, милая моя. Слушай внимательно. Расскажи, пожалуйста, репортаж о себе. Кто тебе засадил прошлой ночью? Кто в ножах не засадил? Это был Дэн. Дэн? Да. Да ну нахуй. Его сейчас рядом нет. Дэн, Дэй! Я понял. Он уже разговаривает. Дорогая моя. Почему ты такая грустная? Потому что карантин не заканчивается. Карантин. Когда он кончится? Я понял. Он закончится, Зайка. Он закончится. Тайна, может быть, когда он заканчивается. Здравствуйте, честно. А можно ли я на камеру? Я ненавижу фотографироваться. Это еще в таком отвратительном виде. Мамы домой не пускают. По-моему, с воскресенья. Я понял. Ну, серьезно. В отвратительной выдержке. Глобус. Я, по-моему, врод. Расскажешь что-нибудь, братан? А где соляки можно взять? Ха-ха-ха-ха. Клиент подошел и говорит, Соляки где можно взять? Я ебанусь. Я вам говорю, уберите оттуда вот эти. Да что, сейчас допьем, братан. Подожди, не смеши. Может, допили, допили там, допили уже. Колючий. Ай. А нахуй ты всегда выебываешься на видео, что ты там орденоносец. Вся вот эта хуйня. Сань. Да. Вообще это шляпа, ёбки, блин. Это шляпа, да? Конечно. Ну, то есть ты, ты хотя бы, слыша, а ты хотя бы в армии служил, И ты вот таким методом выебываешься на всех. Сань, хороший. Почему? Я понял. Ребят, слышали, да? Вот он, колючий. Вот я сижу на поляне. Мы, к сожалению, распиваем. Мы, к сожалению, вот одуванчики для девчонок. Для девчонок, девушки, милые. Это всё для вас. Ну, правда, жёлтые цветы, но, блядь, простите. Сейчас пищу красные. Вот колючий. Колючка. Машка, которая. Ну, вот она прямо с того. А вот эта, как сидела, сумка не сумела. А, нах ты маску одел? Да, ну, вот она прямо с того. Не, она сама сняла. Это её кружка он оставил. Это её кружка. А, я понял. Я понял. Только нафиг она её оставила вот так. Всё, ребята, и, конечно, что же это, нацепил на всякий случай. Вот? Ну? Да. Это что такое? Это выкидываешь? Да. А. Я убрался здесь. Чтоб не было проблем. Мы на этой территории находимся. Я понял, братуха. Я понял. Ну, ты ничего-нибудь выпить принёс мне? Да я всё отдал. Мне нет. Кому отдал, бля? Ты чё, ебанулся, что ли? Ты мне ещё больше не выпить, вертеть. Мойку выпить. Учень. Да, блядь. Как ты мне дорог, а? Глобус. Ребят, если чё, я вам объясняю. Это для меня очень близкий, дорогой человек. Вот этот вот негодяй. Мы с тобой с негодяем. Два негодяя выпьем всегда. Всегда. За это не переживай. Нет, 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 нет. Я поплачу себе. А где вы? Ааа, зубов где-то. Да нормально это всё. Главное, чтобы голосовые связки работали. Голосовые связки с работой. А сколько аккумулятор хватает? А? Аккумулятор на 100 хватает. Ты хочешь, чтобы я сел аккумулятор? Нет, вообще. Заебёшься, блядь. Нет, я обманю. Ребят, сзади прикурите, а? Нет, Сонька, нет, нормально. Вот девчонки даже меня поблагодарили. Пойдите, братан. Нормально. Девчонки меня поблагодарили, что я убрался мусором. Пойдите, всё. Задворники сейчас начали работать. Нормальный аппарат. А я что делаю? Я так делаю. Нормально. Пацаны, вот колючий, я тебе расскажу. Мой канал создан для того, чтобы помочь людям. Ты хочешь, чтобы мы тебе помогли? Конечно, Саша. Конечно, хочу, чтобы мне помогли. А чем тебе помочь? Блин, честно говоря, я сам в Дитомовске. Живу на улице уже с 89-го года. Ну, можно сказать. А ты помнишь, расскажи, пожалуйста, на камеру, как я паспорт твой нашёл? Ну, я даже не помню, сам. А, даже не помню. Я даже не помню, как ты мой паспорт нашёл. Но мой паспорт находится где-то в милиции. Это я точно знаю. В милиции? Да. Я его не могу забрать. Давай, давай, давай. За него штраф 250 рублей. Я говорю, что гоните, что ли? А он говорит, штраф отдай, и мы тебе вернём паспорт. Колючий, извини, пожалуйста, а у тебя нету это привода, ну, короче, по это, по дурке. Как так? Ну, по дурке. По дурке ты был, не? Не, не, не. Мне кажется, ты был. Ты такую хуйню несёшь, нахуй. Да, нет, сам не был. Вам, блядь. Я уже никому не верю. Да вы уже знаете. Я уже так. Брат, ты мне веришь, а? Я тебе-то верю. Ну, куда-то я тебя с боку беру. Да. О, благодарю. Благодарю. У меня просто пена отошла, понимаешь? Я, блядь, сука, тебя я разорву, нахуй. Понял, колючий? Свою это, блядь, пиздобратью, блядь, то, что ты, блядь, герой из Советского Союза. Ну-ка, расскажи. Да нет. Никакой не геройник Советского Союза. Давай сюда, говори. Нахуй ты это говорил. Сань, никто не геройник Советского Союза. Я выебу в рот, блядь. Сань, да хороший. Хороший. Сюда посмотри. Смотрю, Санька. Ну, это всё фигня. Сука, блядь, отпизжу, нахуй. Ладно. Ребята, добрый день. Девять утра, десятый час, Москва, Савеловский вокзал. Полдесятого, Саш. Ну, не важно. Здесь присутствуют некоторые личности, с которыми мы бы хотели пообщаться. Сейчас мы их покажем. Полдесятого, время. Ну, я понял. Олег Владимирович, разрешу тебя вродиться? Конечно. Александр Николаевич, я вас всегда внимательно и слушаю. Как ваше драгоценное здоровье? Ты знаешь, немножко поправился. А откуда ты поправился? Благодаря твоему здоровью. Как ты думал? Конечно, ты. Я понял. Я тебя знаю уже десять лет. Десять лет. Ни разу не подводил, не подводил, не поставлял. Короче, пошел гонец в магазин. Вон магазин Магнолия. Как это приблизить? Вот магазин Магнолия. Туда пошел человек за водкой. Ну, а мы сейчас снимем другое видео. Тоже тут человечек. Детары не хватает. Человечек появился. Сейчас мы с ним познакомимся и узнаем, в чем проблема. Братское сердце, здравствуй. Ребята, здравствуйте. Просто я вам хотел передать, что для лучшего в Москву лучше не сунетесь. На счет работы, на счет зарплаты. Многие-многие здесь хотят, чтобы на работу устроиться, нормально заработать. Но здесь много вот такого не получается. Здесь везде кидало. Здесь везде кидают. Лучше сюда не приезжать. Вот как я здесь остался. На улице. Без общежития. Без работы. Без ничего я остался. Братское сердце, расскажи, пожалуйста, где ты работал? Я работал в Динамо. Организация какая? Организация? Ну, я не знаю, как называется организация. Но я работал, я жил здесь в Келстоле. Ну что вы делали? Метро копали? Мы метро делали. Представляете, ребят? Они копали метро и его кинули на бабки. Я остался... Вот ваш Собянин, вот ваша вся эта... Остался без денег. Мишутин. Собянин в Рынче был. Сейчас Мишутин. Вот человек сидит, он с Оренбурга. Я сам с Оренбургской области. Да. И у него нет ни копейки уехать домой. И он подошел к нам сегодня, ребята, дайте там сигаретку, тыры-пыры. Ну, естественно, мы его накормили, обогрели... Ну, как обогрели? Солнце и так на улице. Ну, правда, извините, ребята, водки налили, он тоже с похмелья, потому что им деваться некуда. Вот задумайтесь. Задумайтесь, как люди живут в Москве, и кому надо помогать, и кому не надо помогать. Дайв Бог всем здоровья, ребята. Уважаемые подписчики, нас уже тысяча. Я люблю вас. Олег, ну пизданье что-нибудь. Ну, не снимай меня. Ну, скажи, ну, что ты? Да я третий день бухаю. Третий день бухаю. Вот он москвич, у него трехкомнатная квартира, живет с мамой и с братом. С мусором елочки. Да, брат мусор, а это зэк. Квартира, машина, дача и все есть. Да, это зэк. Зэк и мусор в одной квартире. Вы представляете? Это ебнуто. Как уживиться можно ебнуть? Ну да, один разок подрались, да? Ну, ушатал ты его. Я его уже пять раз бил. Пять раз бил. Теперь, ребята, находятся под надзором. Один месяц зато. Где наш гонец? Гонец нас где? Не дай бог наебет. Куба, я тебе этого никогда не прощу. Я думаю, не наебет. Ну, а там как получится. Все, прекращаем эфир. Будет что-то интересное, я сниму, конечно. Ну, смотри какой тополь. Тополя, тополя, все в пуху. Субтитры сделал DimaTorzok